МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В чем суть нашей позиции? Я в первые дни заявлял, что когда идет пожар, мы будем максимально помогать тушить этот пожар. Но сегодня есть смысл уже подвести предварительный итог. Итоги весьма неутешительные, и надо принимать экстренные меры. Еще раз хочу всем напомнить, что в мире было три крупные пандемии, которые потрясли тогда целое государство. В пятом веке Юстинианова чима, по сути дела, поставила жирную точку над Римской империей. Половину выкатило население, и империя покатила их закату. В 14 веке черная смесь потрясла Европу западную. Некоторые государства почти 50 лет оправлялись после нее. Ну и знаменитая испанка в прошлом веке унесла 5% населения планеты. Потери были гораздо больше, чем Первой мировой войны. Это четвертая пандемия, которая пока не завершилась. Если исследовать все предыдущие, надо сделать, прежде всего, принципиальный вывод, связанный с тем, что пока не переболеет 40-70% граждан, эпидемии не уходят. Отсюда надо принимать далекие и исчерпывающие меры. Пока таких мер мы не видим. Более того, она, эта эпидемия, больно ударила прежде всего по всем странам, включая там, где обещали либеральный рай. В Америке уже почти 30 миллионов безработных, и они нарастают. Спад производства прогнозирует там почти 20%. Европа прогнозирует спад от 5 до 10, но еще не вечер. Что касается нас, тоже, говорят, будет так же. Но у отсталого периферийного капитализма не может быть лучше, будет скорее хуже. Академия наук собирала семинары недавно. Я знаком с материалами. Они прогнозируют, что почти 16 на 16% ухудшится и без того плохое положение граждан. А этим гражданам, сейчас даже в столице, предлагают всем покупать маски за собственные деньги и перчатки тоже. Специалисты посчитали, если строго придерживаться нормативам, то той пятерки или десятки, которые обещают дать и будут давать только еще в июне, не хватит на месяц семьи из трех человек. Я, когда вижу, что наживаются на каждой маске нынешние новориши, на мне становится плохо. Почему? Потому что стоит маска 1-2-3 рубля, а продают в среднем за 45-50. Такого навара никогда не было. Это все равно, что покупать патроны у командира, когда идешь в бой, или место в окопе, или в очередном блиндаже. Большего маразма трудно себе представить. Но что рассчитывать от первобытного криминального капитализма, где нажива является главным смыслом существования и управления? Мы внесли целый ряд конкретных предложений. Первое и главное, надо максимально поддержать науку. У нас была одна из лучших наук восстановить, Академию медицинских наук, профильные научные институты и поддержать такие центры, как типа Вектор, без которых мы не решим ни одной проблемы. Тем более они работают в три смены и в состоянии подготовить необходимую вакцину. Хочу вам напомнить, что в советское время было создано целая серия протичумных станций, и в 1934 году наша Покровская изобрела вакцину, которая спасла человечество. Мы подготовили все, что можно было для того, чтобы сдержать оспу, и привили нашу советскую оспу всей планете. Впервые в истории человечества эта болезнь была побеждена. Никто не просил ни копейки, ни с кого, в том числе, когда мы делали прививки за рубежом. Второе предложение связано с необходимостью максимально поддержать фармацевтическую промышленность. Оказывается, на 90% все вакцины и таблетки изготавливаются из иностранных в основном субстанции. Поэтому эту отрасль мы предлагаем сделать стратегически важнейшей и главной, и уложиться в нее так, чтобы мы не были зависимы от чужих препаратов. Что касается нашей программы здоровья, национальных проектов, я-то вообще настаиваю на том, что президент отчитался. Прошло два года, как были национальные проекты, посмотрел, как выполняется программа здоровья за прошлый год. Она реализована всего на 53%. Смотрю его, беседую, встречу с регионами, с министрами и ахнул. Оказывается, 8 апреля, пообещав медикам, те, кто на передовой хорошие прибавки зарплатам, оказывается, каждый второй еще не получил. Мы попросили наших товарищей справиться, как работает скорая помощь. Она на передовой. Ее вызывают тяжелобольным. Она первой приходит на помощь, не зная, какой у нее вирус в принципе. Оказывается, сплошь и рядом. Коломейцев стоит, он проверил в Ростовской области, никто толком не получал. Тогда у меня возникает вопрос, что за исполнительная дисциплина, что за народный контроль, что за молодые его помощники, которые не могут проверить, что скорая помощь даже не получает необходимую поддержку. Обещания даются, но они на практике не реализуются. На мой взгляд, допущены серьезные ошибки и в стратегии. Суть стратегии в том, чтобы максимально сконцентрировать силы и средства и остановить эпидемию на ранней стадии. С этим справились блестящие китайцы. Еще лучше, наверное, решили вьетнамцы. Они точно локализовали все виды болезней. У них практически нет мертвых от этого вируса. И у них работает вся сфера обслуживания и все производство. И более того, они развиваются темпами, что дадут в этом году плюс 4%. Практически всего несколько стран, которые прибавят. В среднем спад производства обещает МВФ в этом году на 12%. Так тогда давайте разберемся, а каким образом и кто разрушал все первичное звено и гробил нашу медицину. Почему, начиная с Кудриной и всеми остальными, выделялись на эту отрасль, выделялось меньше половины необходимого. 3,5%. Все ведущие страны 7, 8, 9, 10. Почему у нас в два раза меньше? Почему в два с половиной раза сократилось количество коек для инфицированных больных? Почему разгромили первичное звено? Все хотят свалить это на Министерство здравоохранения. Это абсолютно не обоснованно. Потому что в бюджете, который принимала Единая Россия, который подписывал президент и представлял премьер, там на эти цели не выделено и половину средств. Поэтому мы будем наставить на создание специальной комиссии, уже создавались она после Чеченской войны и после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, создать специальную комиссию парламента для расследования, каким образом и кто учинил погром первичного звена и целом медицины. Это требует максимальной координации и работы всех научных учреждений, которые связаны с этим, и врачей. Мы считаем, что подготовка кадров – это одна из самых принципиальных задач. В целом, сегодня наступило время более конкретной и ответственной работы. Но я хотел бы обратиться и к вам. Власть потребовала, чтобы все ушли под домашний арест в самоизоляции. И вместе с тем крутила 8 серий зулихи. Это политическая порнография, это абсолютно власовско-гебельский фильм, который натравливает в многонациональной стране в условиях кризиса один народ на другой. Я считаю, надо разобраться, кто этим занимался, почему это происходит, и кто несет за это персональную ответственность. Ну и настаиваю на том, чтобы Государственная Дума официально рассмотрела вопрос о юбилее нашей победы. Юбилей победы для нас священен. И когда в этот день начинают останавливать с красными флагами людей, которые соблюдают все санитарные нормы, и ввести их в кутузку – это абсолютно недопустимо. Нам надо учиться уважать свою победу. Потому что то, что нас сегодня держит в единстве, это прежде всего русский язык и наша победа. И она для нас священна. Я обращаюсь к Володину, чтобы мы привели официальное заседание, которое рассмотрело бы вопрос, связанный с юбилеем нашей Великой Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова